В 2006 году я работал на обычной работе, я никогда не курил, я никогда не пил, я никогда не использовал наркотики. И что-то вдруг произошло, я начал чувствовать себя не очень хорошо, я подумал, это очень странно. Я позвонил жене, я сказала, кажется, я заболела, не могла бы ты приехать и забрать меня. Она приехала, и она забрала меня, приехала домой, и я пошел в дом, и я не дошел, не дышевшись до дома, я просто упал, и я умер. Меня забрали в больницу, и я уже был сине-фиолетовым, и в больнице только один час. Два раза я умер в скорой помощи, потом они привезли меня в больницу, и я умер снова, это был третий раз. Потом, когда я приехал в больницу, они вынесли меня на носилках, в реанимацию, и я умер там четвертый раз. В этот день я умер четыре раза. И тогда я лежал четырнадцать минут мертвым. Они уже назначили время моей смерти, и они сказали моим родным, что мы сделали все, что мы могли, но он умер. И моя сестра, она была в комнате, она сказала врачам, продолжайте подавать ему ток. Я хочу здесь и подчеркнуть. Ты говоришь, что четырнадцать минут твое сердце остановилось, и ты был просто мертв, и врачи уже смотрели на часы и считали время. Четырнадцать минут. Даже в докторских записях. Представляете, дорогие, это документировано. Четырнадцать минут он был мертвым, да, то есть все, человек умер, нет надежды, нет будущего, все закончилось. Но это еще не конец. Конечно же нет. И когда я проснулся, доктор, который обследовав меня, он очень удивился. И он сказал мне, я оставил тебе один процент, что ты выживешь. И он сказал, и пять процентов того, что ты выживешь на протяжении этой недели, что ты не умрешь. Меньше одного процента, что он может жить, после того, что он уже начал жить, снова пережил воскресенье. Потрясающе. Когда я приехал обратно домой, мой пастор, он смеялся и плакал. Я думал, что он очень странный, почему ты смеешься, почему ты плачешь, что происходит. И я спросил у него, и он сказал, ты не знаешь, что произошло. И я знал, что я был на небесах. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, но он хотел услышать тот диалог, который у меня был с Иисусом на небесах. Но все, что он мне сказал, это потрясающе. Окей, что дальше? Дальше, в 2009 году, то же самое произошло. Мое сердце остановилось, они взяли меня в больницу, пять часов от моего дома. И я провел шесть месяцев в больнице. И я умер еще три раза. Дьявол просто пытался выгнать меня из жизни. И Господь просто дал мне эти шансы. И дальше у меня в 2010 году была обычная проверка. И они мне сказали, что твое сердце настолько изношено, что тебе осталось жить шесть месяцев. И потом я поехал в университет в Чехаго. И я делал еще проверки. И они мне сказали, да, это правда, ты умрешь в течение шести месяцев. Окей, Грег, я знаю твою историю, поэтому хочу сказать, что происходило параллельно этому, что касается молитвы. У нас сейчас молитвенный марафон, да? Молились ли за тебя твои друзья, твои родственники, твоя церковь? Что было связано, что проходило параллельно всей твоей историей, воскрешении, смертей, болезней? Расскажи нам, пожалуйста. Когда я был в хоспитале, в моей церкви молились за меня 24 месяца. И всю неделю все время кто-то находился в нашей церкви и молились именно за мое сердце и за мое здоровье. Это то, что происходило тогда, когда был в Чикаго. И на четвертый день, когда меня встретили доктора, я думал, что это будет что-то необычное. Они уже сказали, что они ничего не могут сделать с моим положением. Может быть, какие-то опять проверки, которые они хотят со мной сделать. Было где-то 15 человек вокруг нас, и они говорили сами с собой. Я знал, что они говорят про меня, и доктора смотрели на меня. И они сказали мне, скажи, почему ты веришь, что я должен здесь быть. И у них было все на их компьютере, и вся информация из всех больниц, там, где я бывал. Они сказали, что они сделали каждую, любую вообще проверку, которую можно было только сделать. И они сделали некоторые проверки два раза, потому что они думали, что была какая-то ошибка. И они сказали мне, я предполагаю, что мы верим в разные вещи. Но мы не можем дать тебе ничего, никаких диет, никаких проверок еще, чтобы достичь того, что ты достиг. Мы ничего не можем найти. Никаких пороков в твоем теле, в твоем сердце. И мое сердце, оно работало как сердце 20-летнего парня, мне было 45. У нас сейчас идет молитвенный марафон. И представьте себе, прямо сейчас, здесь, в Израиле, в России, во многих других странах, люди молятся. Те, которые в студиях, они молятся, наша молитвенная команда молится. На самом деле, за вас молятся по всему лицу земли. Поэтому, дорогие, не упускайте свою возможность. Вы хотите, чтобы за вас молились, так как молились за Грега. Вы хотите, чтобы за вас ходатайствовали, просто поднимали к Богу вашу нужду. Прямо сейчас обращайтесь к нам. Вот я держу в руках прямую связь с вами. Здесь появляются молитвенные просьбы. И вижу я, но не только я, конечно же, все молитвенники также. Поэтому вы слышали. Потому что часть этого, история комплексная, много всего происходило. Но часть этого чуда, конечно же, это также молитвы святых. Поэтому, дорогие, не упускайте свой шанс. Пишите, звоните, сообщайте. Прямо сейчас, пока мы здесь в студии, сообщайте. И мы будем молиться за вас и ходатайствовать за вас. И позволим Богу совершить чудо, которому вы нуждаетесь. Амин. Вы видите, вы слышите эту историю. Это потрясающе. И давайте послушаем дальше, что же было после этого. Вы знаете, очень трудно говорить, потому что они говорят, иди к доктору, иди в больнице, и они никогда не были в церкви, и они не поняли, что произошло. И я подумал, почему бы просто мой пастор или другие люди, они бы не приехали и помолились бы за меня. Это настолько важно. Говорить, где тебе болит, что тебе мешает. Я молился перед тем, как прийти сегодня. И Бог поделился тремя вещами, которые я должен сказать вам сегодня. Во-первых, сердце. Не принимать то, что доктор говорит, и говорит, что все, больше нет никакой по пути. Он не сказал мне, это может быть, что это выучить, но нет. Вы знаете, он сказал такую фразу, многие жалуются, вот на меня пастор не замечает, за меня лидеры не молятся, там меня все оставили, при этом сами не делясь другими, что у них происходит. И вот, когда ты говорил, мне пришел стих на сердце из Писания, который говорит, носите бремена друг друга. Вы знаете, это не только моя готовность нести бремена друг друга, это также ваша готовность поделиться своим бременем с другими людьми. Поэтому, дорогие, кстати, телеканал ТБН – это одна из прекрасных платформ, для того, чтобы делиться своими проблемами. У меня, знаешь, Грек, у меня была одна история. У меня есть один лидер в общине, который проходил тяжелые времена в своем бизнесе, и я об этом ничего не знал. Я помню, как Дух Святой побуждал меня молиться за него. Я просыпался утром и шел вечером на молитве, я вижу его перед собой, я понимаю, молись. Я беру трубку, я ему звоню, спрашиваю, не буду назвать имени, может быть, он даже смотрит меня сегодня, друзья знают истории друг друга, но я звоню и говорю, слушай, скажи, как у тебя дела? Слава Богу, все супер, окей, точно супер? Да, все супер. Неделя-другая продолжается это чувство постоянно, молись за него, молись за него, молись за него. Поднимаю снова трубку, опять звоню, слушай, я точно все нормально, я не знаю, я тревогу какую-то чувствую. Не-не-не, пастор, все хорошо. Прошло время, он прошел через серьезные проблемы, мы потом встретились, и он с женой со слезами на глазах рассказывали, как им было тяжело, как им было трудно, как… Я помню, я просто сидел и гнев сдерживал, вот реально, вот святой гнев сдерживал. Говорит, Бог мне говорил снова и снова про вас, говорил снова и снова, позвонить вам, спросить у вас, я стучал, сколько раз звонил, все хорошо, все нормально. Поэтому, дорогие, не оставайтесь в обмане дьявола, не оставайтесь одни. Помните, что Иисус разговаривал с Петром, и он сказал, вот дьявол просил рассеять вас по одному, как пшеницу, но я молился за тебя, поэтому обадривай братьев своих. Дорогие, носите бременами друг друга, это быть готовым помогать друг другу, служить другим, но быть готовым также принимать помощь, когда она нужна, принимать молитву за исцеление, молитву поддержки и любую другую помощь. Поэтому не носите, разгружайтесь, пойдите к друзьям, не бойтесь, доверьтесь Богу, но носите бремена друг друга и отдавайте друг другу эти бремена. Амин. Теперь давай поговорим об исцелении, Грек. Расскажи дальше. Что Бог тебе показал, когда ты ехал сюда, на эту студию для наших телезрителей? Первая вещь была сердца. Вторая вещь была, это то, что когда ты узнаешь эти новости о докторе, люди принимают очень сложно эти плохие новости. И Господь напомнил мне место из Библии, разложи все проблемы на Господа. Библия говорит, когда ты чувствуешь депрессию, просто выслав его. И это моментально уходит. И тогда ты можешь просто сопротивостоять тому, что происходит. Грек, помолись, пожалуйста, за наших телезрителей. Есть на самом деле миллионы людей, которые сейчас слышали твое свидетельство. Я уверен, что они, как и я, и как наш сегодня гость, в восторге, вдохновлены, ободрены. Теперь, пожалуйста, обратись к телезрителям, высвободи слово, которое дал тебе Господь. И давай помолимся за больных, чтобы прямо сейчас Бог начал делать чудеса по всему миру, все, кто нас смотрит по всему миру. Аминь. Дэвид, когда он боялся, он написал в Псалоне, что Господь убрал всякий страх от меня. Господь, мы приходим перед тобой, и мы встаем против Духа страха. Господь, я молюсь сейчас за сердца людей. Люди, которым болит сердце, я прошу, положите руку на ваше сердце, потому что Иисус касается прямо сейчас. И есть кое-что о прикосновении. Просто коснитесь вашего сердца. Во имя Иисуса Ты говоришь, что все, что мы не попросим во имя Отца, Ты сделаешь. И Ты хочешь, чтобы мы были здоровы. Я молюсь, чтобы мы смогли противостоять плохим новостям от докторов. Господь, мы знаем, что Ты Тот, кто сотворил нас. Ты знаешь каждую клетку в нашем теле. И я прошу Тебя, сделай чудо и исцеливай Иисуса. Дай им новое сердце, чтобы каждый раз, когда они могли возвращаться к докторам, они просто удивлялись. И они не могли понимать, как это происходит. И это будет большим свидетельством. И многие придут и узнают Тебя. И я прошу, чтобы Ты дадал нам силу, чтобы мы смогли провозглашать то, что мы уже здоровы. И сила крови, и сила завета. Дай нам свидетельство, чтобы мы могли прийти и провозглашать Твое имя. Редактор субтитров А.Семкин